МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Началось число погибших от заболеваний органов дыхания. Об этом на брифинге сообщил Аким города. По данным Бакуджана Сагентаева, всего в мегаполисе зарегистрировали свыше 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. В стационарах без малого 2 тысячи человек. 24 в крайне тяжелом состоянии. При этом число нуждающихся в госпитализации растет. Понадобились новые места. В ближайшие дни в городе дополнительно развернут 500 коек. Одновременно решают вопрос дефицита лекарств. Для увеличения их поставок Акимат заключил меморандум с крупными аптечными сетями. Была предусмотрена обязанность аптек не завышать цены и отпускать лекарства. Не более трех единиц одного наименования в одни руки. На 5 июля отгружено 115 тысяч партестамола, 30 тысяч термометров, 20 тысяч ибупрофена, 35 тысяч ингаверина и других лекарств. 21 человек задержан. Больше 3,5 тысяч упаковок лекарств изъято. Это результаты первого дня рейдов казахстанских полицейских. Стражи порядка выявляют недобросовестных фармацевтов и перекупщиков медикаментов по всей стране. К примеру, у жителя столицы изъяли крупную партию медицинских масок, комбинезонов, а также термометры, медицинские очки и антисептики. В другом случае, женщина через объявления в интернете незаконно продавала востребованные сегодня парацетамол, ингаверин, цифтриаксон и азитромицин. В большинстве случаев их стоимость была завышена в разы. В Шемкенте в полицию доставили жительницу, пытавшуюся сбыть левомаг за 12 тысяч тенге. В 6 раз дороже официальной цены. А в соседней Туркестанской области мужчина предлагал купить у него аскорбиновую кислоту за 5 тысяч. Напомню, розничная ее стоимость – 600 тенге. Аналогичные факты выявлены в Алма-Аты, Акмолинской, Актюбинской, Тераусской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях. В Шемкент доставили крупную партию дефицитных медикаментов. Лекарства уже отгружают в аптеки. Аким города Мурат Айтенов заявил, что нехватки быть не должно. Ранее жители мегаполиса жаловали, что в продаже нет антибиотиков, а также противовирусных и жаропонижающих препаратов. При этом у каждой аптеки очереди. По словам Акима, ситуацией воспользовались перекупщики. Так, диксаметазон, стоимость которого не должна превышать 600 тенге, с рук предлагали за 5 тысяч. Причем продать препарат по завышенной цене пыталась сотрудница одной из аптек. Ранее главный фармацевтический инспектор Шемкент Ализат Кашкамбаева сообщила, что со складов в аптеке не успевают делать доставку. Многие сотрудники заболели. Сегодня руководители крупных складов заявили, что увеличили штат. На самом деле дефицит лекарства не должно быть, потому что мы каждый раз завозим 2-3 раза, даже 5 раз больше лекарств. Здесь еще спекулянты начали. Приходят, закупают разные схемы. Мы вчера увидели, отправляют женщин, там по 10 женщин, которые по 3-4, уже аптек закупают. Собирают лекарства через интернет. Этот уже реализует уже 5-к разным стоимостью. В аптеке Алматы тоже отгружают крупную партию медикаментов. Препараты поступили со складов в Караганде. Это антибиотики, витамины, противовоспалительные средства, назальные спреи и растворы. Именно на них вырос спрос в последние недели. Цены на новую партию препаратов остались прежними. Работники склада будут отгружать медикаменты в несколько смен, чтобы бесперебойно обеспечивать ими алматинцев. Мы ожидаем сейчас поставку товара по противовирусных препаратам в количестве 3000 единиц товара. Растворов натрия, хлорид, глюкоза, аскорбинка около 160 тысяч. Дальше антибиотиков, цевтриаксон, цевт около 5000. Такие поставки у нас происходят ежедневно. Основные поставки у нас два раза в неделю. До конца недели решат вопрос с дефицитом лекарств в Тараусской области. В регион уже доставили первую партию медикаментов. Она включает 430 наименований препаратов, в их числе антибиотики, антимикробные и противовирусные средства. К середине недели лекарства начнут отгружать и в сельские аптеки. Алья Жамитова продолжит. Больше недели жители Атрау находились в поиске необходимых препаратов от COVID-19 и вирусной пневмонии. В аптеках элементарно не было даже парацетамола. В социальных сетях пришлось открыть группы и сообщества по обмену, продаже и дарению лекарственных средств. Мы неделю сидели без препаратов. Отпускали только свои запасы, сколько было. Но сейчас, я думаю, уже немножко разряжается обстановка. Отпускаем товары по мере возможности. Сейчас пришел цифазолин, нитрит мы получили, антибиотики мы получили, АЦЦ получили. После недельного ажиотажа в регион прибыли первые медицинские препараты. Лекарства доставили спецтранспортом из Алматы в один из крупных складов города. Всего 430 наименований, 50 из которых антибиотики. Сегодня в город Атрал в срочном порядке были доставлены необходимые антибиотики, физрастворы и другие лекарства. Уже завтра все эти лекарства попадут на прилавки аптек города Атрал и районов. Хотел еще добавить, что оптовая цена не изменилась, поэтому и в аптеках, и для конечных потребителей цена не изменится. Как уверяют местные власти, доставка дефицитных медпрепаратов в регион продолжится. До конца недели должна полностью решиться проблема нехватки лекарств в аптеках. Алья Жамитова, Монтай Матенов, Хабар-24, Атерау. Наличие нужных сейчас лекарственных препаратов в аптеках Кызыларды лично проверила Аким области Гульшара Абдекаликова. Глава региона также посетила ряд городских медучреждений и обсудила вопросы создания дополнительных койко-мест в лечебных стационарах. Жаропонижающие, иммуностимуляторы, противовирусные и антибактериальные препараты. На них в Кызыларде, да и не только, сейчас ажиотажный спрос. Длинные очереди и недовольные покупатели почти у каждой аптеки. Уже чуть позже о случае в аптеке говорили в областном медцентре. Глава региона поручил руководству больницы оказать пациенту необходимую помощь. Проблему дефицита лекарств в регионе решают в экстренном порядке. Через пару дней область ожидает поставки жизненно необходимых препаратов. В течение последних двух дней нам удалось снизить дефицит лекарств на 30%. В аптечную сеть начали поступать антибиотики и противовирусные препараты. Спрос очень большой. Особенно на лекарства, необходимые пациентам с тяжелым течением болезни. Эти препараты можно получить через больницы и поликлиники. Глава региона посетила городскую и инфекционную больницы, где были рассмотрены вопросы открытия дополнительных инфекционных койко-мест. Райхан Тажибаева, Канад Синсибаев, Айтмухамед Байтулдаев, Казаларда, Хабар-24. Коронавирус передается по воздуху, так считают порядка 240 зарубежных ученых. В своих интервью New York Times эксперты утверждают, что заболевание можно подхватить от кашляющих или чихающих людей при входе. Есть мнение, что вирус более живущий, чем предполагала ВОЗ, поэтому ученые просят Всемирную организацию здравоохранения пересмотреть некоторые свои рекомендации. К примеру, если речь идет о масках, они могут понадобиться даже в тех местах, где вы в данный момент находитесь одни. А вот медикам, которые работали с больными, коронавирусам нужны особые средства защиты, которые могут отфильтровать даже самые мелкие респираторные капли. Во всем мире продолжается борьба с коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 заразились почти 11,5 миллионов человек. От последствий заболевания скончались около 540 тысяч. Такие данные приводит университет Джона Хопкинса. Рост случаев заражения власти стран связывает с ослаблением карантинных мер. Многие государства вновь возвращаются в режим локдауна. Подробнее об этом готова рассказать моя коллега Сильжан Барши. Сергей, отмечу, на севере Китая власти ввели карантинные меры, но не из-за коронавируса, а из-за бубонной чумы. Она обнаружена у нескольких жителей. Подробнее расскажу через несколько секунд. Вновь ужесточают карантинные меры в некоторых регионах Австралии. Так, власти двух самых густонаселенных штатов Виктории и Новый Южный Уэльс намерены закрыть границу на неопределенный срок. Распоряжение вступит в силу уже завтра. Причина – резкий рост заболеваемости. 127 случаев только за сутки. Ранее чиновники ввели ограничения в 36 районах Мельбурна. Там оцепили 9 многоэтажных домов, в которых проживает около 3000 человек. Среди зараженных зафиксировано больше 20 новых случаев инфицирования. Теперь жителям запрещено выходить на улицу даже за продуктами. Отмечу, с начала пандемии в стране выявили около 8500 зараженных. Сегодня последний день, когда для жителей Виктории будет открыта граница. Они могут ее пересечь только в случае специального разрешения. Закрытие границ связано с ухудшением эпидемиологической обстановки. Когда границы откроются вновь, пока неизвестно. Все зависит от того, как будет меняться ситуация. Тем временем, ограничительные меры после новой вспышки COVID-19 вновь ввели власти Галисии на северо-западе Испании. Там проживают более 70 тысяч человек. На сегодня в регионе зафиксировано 117 новых случаев заражения. До следующей пятницы пересечение внутри Галисии будет разрешено только в рабочих целях. Чиновники считают, что эпицентром новой вспышки стали бары и рестораны. Однако теперь число посетителей в подобных заведениях сократят наполовину. Отмечу, ранее в режим локдауна вернулся один из регионов Каталонии – Сегрия, где живут около 200 тысяч человек. Но несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, Испания начала принимать туристов из стран Шенгенской зоны и 12 неевропейских государств. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали более 250 случаев COVID-19 и около 28 тысяч смертей. Это четвертое место в антирейтинге Европы после Великобритании, Италии и Франции. Мы приехали из Мадрида и хотели бы остаться, но, похоже, нам придется вернуться обратно. Поездка, безусловно, испорчена, но здоровье превыше всего. После ослабления мер в наш регион начали приезжать туристы. Я насчитал около 50 катеров, а уже сегодня утром многих нет. Конечно, это было шоком для меня, но позже я прочитал новости и все понял. Неутешительная ситуация и в Индии. Там на сегодня количество инфицированных в стране приближается к 700 тысячам. Таким образом, Индия вышла на третье место по числу зараженных COVID-19 в мире после США и Бразилии. Ранее тройку антирейтинга закрывала Россия. Тем не менее, главная достопримечательность Индии Мавзолей Таджмахал вновь открыл свои двери для посещения. Внутрь пускают не больше 5000 человек в день. При этом все посетители должны быть в масках и соблюдать дистанцию в 2 метра. Также запрещается прикасаться к праморным поверхностям комплекса. Памятник был закрыт на три месяца. Из-за пандемии до карантина Таджмахал посещали до 80 тысяч человек в день. Это хорошая новость для руководства и сотрудников Мавзолея. Работа, которая была закрыта в течение нескольких месяцев, теперь возобновится. Это пойдет на пользу всем секторам, задействованным в сфере туризма. Объявили режим повышенной эпидемиологической опасности в одном из регионов на севере Китая. Но не из-за коронавируса. Накануне несколько жителей обратились в больницы с жалобами на ухудшение состояния. Медики обнаружили у них симптомы бубонной чумы. Власти предупредили о том, что заболевание передается человеку к человеку. И призвали фермеров перестать охотиться на диких животных по возможности не употреблять в пищу, мясо и другие продукты животного происхождения. Ранее сообщалось о появлении бубонной чумы на западе Монголии, в районе, где зарегистрировали два случая введен карантин. Бубонная чума характеризуется болезненным воспалением лимфатических узлов, проявляется лихорадкой и выраженной интоксикацией. При своевременном лечении практически все больные выздоравливают. Сергей, надеюсь, эта болезнь нас не коснется. Будем надеяться. Спасибо. Я напомню об ужесточении карантинных мер в мире, рассказал моя коллега Ассель Жан Барши. Ну а мы сейчас прервемся ненадолго на рекламу, после чего вернемся и продолжим. Вы смотрите вечернюю информационную программу и мы продолжаем выпуск. Нурсултан Азарбаев сегодня обратился к соотечественникам. Опасная пандемия охватила многие страны, в том числе и нашу, отметил первый президент. Заболели миллионы человек, не обошел стороной вирус и Ельбасы. Сейчас, к счастью, он поправился. Нурсултан Азарбаев поблагодарил всех за внимание и добрые слова, которые поступили в его адрес. Я был глубоко тронут тем искренним вниманием и моральной поддержкой, которую мне оказали ряд глав зарубежных государств, правительств, видных политических и общественных деятелей. Все они выразили мне свои искренние сопереживания, пожелания бодрого духа и скорейшего выздоровления. За это я им очень благодарен. Перечислить всех невозможно, но со всеми посланиями я ознакомился. Дорогие друзья, ваши искренние пожелания и добрые отношения придали мне силы и энергию жизни. Низко кланяюсь и желаю вам здоровья и успехов. Я получил большое количество писем и телеграмм, а также откликов посредством социальных сетей от казахстанцев. Хочу сказать вам большое спасибо. Я всех вас знаю лично. Вы и многие другие молодые люди, ровесники независимости. Здоровья вам и счастья. Благодаря усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований, рекомендаций, а также общей поддержке и всем теплым пожеланиям, я преодолел недуг. Чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе. Вместе со своим народом я ощутил всю тяжесть этой болезни и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на излечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления. Ну вот, с 80-летием Нурсултана Назарбаева поздравили президент Касымжимар Тукаев, председатель комитета национальной безопасности Карим Масимов и глава правления фонда Самрух Казына Ахмеджан Есимов. Президент подчеркнул особую роль и вклад Ельбасы в развитие нашей страны. Он также отметил, что его высокий международный авторитет. Сегодня исторический день, 80-летие нашего Ельбаса. Это великий сын казахского народа. Мы обычно говорим, что Ельбасну улу кайраткира, улу перзента. Так считают не только мы, так считают во всем мире, потому что это действительно великий человек, и мы должны все время говорить об этом, поскольку каждый народ известен своими выдающимися личностями, каждый народ должен гордиться своими историческими деятелями. В эти дни мы, естественно, посвящаем свои поздравления Ельбасе, Машултану Абишевичу Назарбаеву, и говорим о его исторических заслугах. А его исторические заслуги действительно велики. Поскольку он создал государство, он поставил Казахстан на карту мира. Об этом говорят все выдающиеся политики мира, которые в эти дни звонят и поздравляют нашего Ельбаса. Поэтому, ну что же, 80-летие – это очень важная веха в жизни каждого человека. Ведь до 80-ти лет и не все приходят в таком здравии, в такой блестящей интеллектуальной форме, как наш Ельбасе. Поэтому ему долгих лет жизни. Я уверен в том, что он принесет огромную-огромную пользу нашему народу, нашему государству. Президент Кыргызстана по телефону поздравил Ельбасы с юбилеем. Сауренбай Жейнбеков пожелал Нурсултану Назарбаеву новых успехов в многоогранном государственном труде. Кыргызский лидер отметил, что опыт и авторитет первого президента Казахстана играют исключительно ценную роль для интеграционных процессов в регионе. Ельбасы, в свою очередь, выразил уверенность в дальнейших добрососедских отношениях между двумя странами. С юбилеем первого президента поздравил и российский лидер. Во время телефонного разговора Владимир Путин пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо дружественного казахстанского народа. Поздравил Ельбасы и Шавкат Мерзиёев. Президент Узбекистана отметил, что благодаря огромным усилиям, мудрому и дальновидному руководству Назарбаева, Казахстан стал одной из самых быстро развивающихся стран мира. Глава Беларуси также пожелал первому президенту нашей республики успешной реализации новых задач. Александр Лукашенко подчеркнул высокую роль Ельбасы в становлении и продвижении интеграционных процессов на евразийском пространстве. История развития современного Казахстана напрямую связана с именем первого президента, подчеркнул турецкий лидер в телефонном разговоре с Нурсултаном Назарбаевым. Раджептейп Эрдоган отметил фундаментальную роль Ельбасы в становлении взаимоотношений между двумя странами. Он также пожелал юбиляру отличного здоровья и новых достижений многоплановой государственной деятельности. Сегодня же состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с президентом Таджикистана. Имамалий Рахмон выразил уверенность в том, что первый президент Казахстана продолжит свою созидательную деятельность. Ельбасы поблагодарил собеседника за дружеские пожелания и подтвердил важность дальнейшего продвижения двустороннего взаимодействия в различных сферах. Поздравление по случаю дня рождения Нурсултан Назарбаев получил сегодня и от заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации. Дмитрий Медведев поздравил Ельбасы с юбилеем, пожелал отменного здоровья, неисчерпаемых жизненных сил и дальнейшей реализации планов по развитию Казахстана. Собеседник отметил, что статус лидера нации позволяет Нурсултану Назарбаеву вносить свой уникальный вклад в обеспечение преемственности как в многоплановом взаимодействии Казахстана и России, так и в вопросах интеграции. Поздравление первый президент принял и от азербайджанского лидера. Ильхам Алиев назвал Ельбасы большим другом своей страны. Нурсултан Назарбаев, по его словам, внес огромный вклад в создание фундамента двухсторонних отношений, а также в укрепление солидарности между тюркоязычными странами. Эксклюзивные фотографии, документы и даже личные вещи Нурсултана Назарбаева собрали в экспозиции музея истории города Каменское в Украине. Там первый президент Казахстана окончил училище и делал первые шаги в профессии металлурга. Наши корреспонденты посетили город, собрали воспоминания жителей и малоизвестные истории о юности Ельбасы. Небольшой городок Каменское, ранее Днепро-Дзержинск, в центре Украины, один из ведущих металлургической промышленности страны. В далеком 1958-м его приехал покорять совсем юный Нурсултан Назарбаев. Многое для будущего президента Казахстана здесь случилось впервые. Любовь, крепкая дружба, первые профессиональные успехи. В преддверии юбилея Назарбаева в местном музее истории собрали редкие экспонаты со времен его молодости. Фотографии, книги, личные вещи, национальные символы и многое другое. Но самое ценное – воспоминания друзей. Я много общалась с его товарищем Николаем Ильичом Литошко, которого уже нет среди живых. Он много рассказывал о юности Назарбаева. Он очень любил гулять в самышной балке, там собиралась молодежь. Это были такие посиделки, где они общались, боролись, потому что Нурсултан и Николай посещали секцию борьбы. Этот казахский юноша был далеко от дома, от родителей, а украинцы очень славятся своим гостеприимством. Поэтому родители Николая Литошко взяли опеку над Назарбаевым. Будущий президент самостоятельно выучил украинский язык, рассказывает в его альмаматор Каменском высшем профессиональном училище. Особенно всем запомнилось, как в 2005-м во время своего визита в Украину с трибуны Верховной Рады президент Казахстана обратился к депутатам с речью на их родном языке. О родном училище Назарбаев также не забывает и по возможности приезжает сюда. Самое трогательное, наверное, было, это был его первый приезд. Когда уже будучи президентом, он сел за свою учебную парту, опустил руки и попросил минуту не снимать его на камеры и дать возможность ему немножко расслабиться. Очень трогательно его воспоминания на него нахлынули и он сказал, что это, наверное, самый яркий момент в его жизни, когда он был здесь. Параллельно с учебой началась и стажировка Нурсултана Назарбаева на одном из крупнейших предприятий области в Днепровском металлургическом комбинате. Работал в доменном цеху непосредственно на печах. Это одна из самых сложных и ответственных задач на производстве. Это одна из самых почетных профессий на комбинате, потому что здесь люди работают в огне. Производят разлив продуктов плавки по ковшам. Температура на данном участке работы составляет порядка 60-80 градусов. Персонал постоянно работает в средствах индивидуальной защиты. Это имеется в виду сухонный костюм. Его свойства позволяют ему не гореть. Спустя долгие десятилетия Каменское помнит юного и увлеченного Назарбаева. У него здесь даже особый статус имеется – почетного жителя города. Уже пятый год подряд в Каменском проводит турнир по волейболу, посвященный Нурсултану Назарбаеву. В этом году из-за карантина мероприятие ограничилось шестидесятками участников, а в прошлые годы собирало и по пять сотен. Не исключено, что подобные мероприятия обретут международный формат, поскольку в Каменском заинтересованы в разностороннем сотрудничестве с Казахстаном. Мы еще наметили ряд совместных проектов, конкретно вот с училищем, где учился, установишь это очень специализированное и высококлассное училище, имеющее почти столетнюю историю. Мне кажется, мы можем развивать наши взаимоотношения на уровне наших студенческих коллективов. Есть желание со стороны руководства города и со стороны этого учебного заведения поехать в Казахстан, принять участие в различных наших мероприятиях, в частности в чемпионате WorldSkills. Я думаю, что это все возможно, и мы будем это делать и продолжать. В целом наш Лутан Назарбаев прожил в Каменском два с половиной года. Этот недолгий в масштабах жизни период сыграл большую роль в становлении личности будущего президента Казахстана. А для нескольких поколений жителей города Назарбаев остается не просто мировой величиной, а своим близким и родным земляком. Поэтому здесь часто шутят, что Каменское – это город-музей Нурсултана Назарбаева. Аида Кадырбай, Петр Бареку, Хабар-24 из Украины. Европейское религиозное сообщество поздравляет первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с юбилеем. Глава организации «Европейские апостольские лидеры» пастор Ян Оги Торб особо отмечает лидерство Ельбасы в ядерном разоружении. Пастор участвовал в форумах, направленных на сближение и объединение различных христианских конфессий. Хотел бы отметить вашу замечательную жизнь, богатое наследие и деятельность во благо Казахстана и народов всего мира, включая мою Норвегию и другие страны, в которых я тружусь в качестве президента организации «Европейские апостольские лидеры». Ваше лидерство в ядерном разоружении имеет большое значение для мирового сообщества. Вы подали пример создания страны, которую мы имеем сегодня. С днем рождения и долгих лет вам жизни. И пусть Казахстан благодаря вам также будет развиваться дальше на протяжении предстоящих десятилетий и веков. А вот что касается главного города Казахстана, то больше чем за два десятилетия он смог измениться до неузнаваемости. В столице построили десятки новых современных зданий и сооружений. Байтирек, Ханшатыр, монумент Казакии, оперный театр и мечети. Большинство из них выделяются своей уникальной архитектурой. Немало было создано мест для отдыха горожан и гостей Нурсултана. С одним из разработчиков генплана столицы встретились мои коллеги. В те годы нечего было показывать здесь, в Астане. Основной достопримечательностью была эта ротонда. Она считалась одним из первых символов города. Ее печатали на пригласительных билетах, книгах, газетах и журналах. История начиналась здесь. Серик Рустимбеков был одним из разработчиков генерального плана столицы. По словам архитектора, обустроить набережную планировали еще в 1997 году. Работы по расширению русла реки Исиль начались раньше, чем в главном городе страны начали строить высотки и возводить стратегические объекты. Раньше это была маленькая асфальтированная дорога, всего три метра, по краям небрежно обложенная камнями. И когда встал вопрос, где мы проведем презентацию празднования первого дня рождения города, мы предложили сделать это на набережной. Мы показали, что отремонтируем мостовую между Рамстором и парком, соединим его с центральной площадью, посадим деревья. Изначально задумывалось, чтобы со всех улиц открывался вид на реку. Но красота одно, а другой вопрос был инженерный. Во время паводков вода поднимается и могла бы все размыть. Поэтому рядом с аэропортом построили водохранилище вместимостью 450 кубометров. К тому же расширили канал реки. В результате набережная разделила город на две части, а у жителей появились новые места для отдыха. В 2005 году президенту были предложены программы и концепция по запуску речного транспорта. Она была принята. Спустя 2-3 года проект был реализован. Сегодня это развлечение одной из любимых у людей. Сейчас в Нур-Султане строят еще одну плотину. По задумке авторов проекта, это будет островок с 4-метровым водопадом и мостом. Реализовать архитектурную задумку планируют в ближайшие два года. Нур-Султан и Пекин должны развивать туристическое взаимодействие. Так считает бывший посол Китая в Казахстане Яо Пэйшен. Две столицы стали побратимами. В 2006 году с тех пор развивается культурное взаимодействие. Открыто прямое авиасообщение. Главный город Поднебесная принимал активное участие в международной выставке Экспо-2017. По мнению дипломата, после завершения пандемии две столицы могла бы соединить и железная дорога, что привлекло бы больше туристов с обеих стран. Я бы предложил запустить прямой пассажирский поезд. Это привлекло бы больше туристов. Я думаю, что Нур-Султан мог бы стать прекрасным туристическим городом. В ближайшие пять лет власти вашей столицы планируют привлечь три миллиона туристов. Думаю, многие из них могли бы прибыть из Китая, который расположен географически близко. В самом начале эпидемии Казахстан помогал Китаю. В частности, вернул бесплатно наших студентов, предоставил гуманитарную помощь. Впоследствии и мы помогали Казахстану. Такая взаимная помощь и есть конкретное проявление стратегического партнерства. Эксперты говорят, что в будущем вспышка коронавируса может повториться, поэтому перспективным представляется сотрудничество в области здравоохранения. Сфер очень много. Например, совместные исследования и разработка лекарственных препаратов. Кроме этого, можно производить медицинское оборудование. И к другим темам. В Шемкенте презентовали завод по выпуску дизельных генераторов. Мощность предприятия – 300 устройств в год. В предыре дня столицы в регионе реализовали сразу 9 инвестиционных проектов. Созданы сотни новых рабочих мест. В Шемкенте, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, открываются новые производства. В честь дня столицы в мегаполисе запустили несколько предприятий. В эти проекты было инвестировано 2,5 миллиарда тенге. Работой обеспечено порядка 140 жителей региона. Церемония запуска объектов прошла в онлайн-режиме. На этом заводе будут выпускать свыше 300 штук дизельных генераторов в год. Среди новых производств – выпуск бумаги и кондитерских изделий. Также заработали две крупные теплицы, предприятие по производству меда и птицеферма по выпуску копченого мяса из собственного сырья. Сегодня в честь дня столицы мы запускаем новые предприятия. Хочу поблагодарить вас за вклад, который вы вносите в развитие нашего города. Благодаря новым производствам открываются новые рабочие места, растет благосостояние населения. Наша главная цель – обеспечить город собственной продукцией. Всего в Шемкенте работают свыше 600 предприятий в сфере строительства, легкой промышленности, машиностроения, металлургии и нефтехимии. Действует специальная экономическая зона, где трудоустроено около 4 тысяч человек. В Таласском районе Жамбулска области по дорожной карте занятости строят общежития, ремонтируют школы и дороги. При этом некоторые объекты не реконструировали в больше полувека. На стройку выделили свыше 3,5 миллиардов тенге. Более полувека не ремонтировалась средняя школа в селе Коктал. Прохудившиеся окна и двери не сохраняли тепло. Зимой ученики занимались в холодных кабинетах. 1 сентября мы надеемся войти в школу, которая полностью изменится после капитального ремонта. Теперь, думаем, в здании будет очень тепло. К ремонту школы привлекли и местных жителей. Сечане получили здесь работу по дорожной карте занятости. Я приехал в село после окончания школы. Потом я услышал, что есть возможность трудоустроиться. Так я и получил работу. Зарплата устраивает. Рабочее время с 9 до 6. Также в Таласском районе возводят общежития на 80 квартир. Здесь получат жилье многодетные матери. Еще в селе строят дорогу и проводят газ. По плану трудоустройства в районе должны были получить работу 1260 человек. Количество рабочих мест зависит от объема работ. Это сейчас большая помощь гражданам, которые зарегистрированы как безработные. На сегодняшний день занят на 78% населения района. В целом по дорожной карте занятости в Жамбульской области реализуется более 800 проектов. Это ремонт социальных объектов, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также благоустройство населенных пунктов. В результате будет создано 20 тысяч новых рабочих мест. 14 тысяч человек уже трудоустроены. Половина получила работу через центры занятости. Марина Золотарева, Руслан Бакатбек-Кулы, Руслан Ахатила, Жамбульская область, Хабар-24. Приорали добровольцы подключились к борьбе со скотокрадами. В районах области формируют отряды народных дружин, они помогают полицейским. К примеру, в Жанакурганском районе с их помощью удалось задержать преступную группу и на порядок снизить случаи краж скота. Тему продолжит моя коллега Райхан Тажибаева. Этих буренок у ханата Куширбаева Барамтащи увели со двора весной. Спустя несколько дней полицейские вернули пропажу. Ну а позже задержали и самих скотокрадов. Поймали двух воров. Они оказались жителями соседнего села. Дело уже передано в суд. Раньше у всех в ауле скот пропадал с выпаса. Сейчас краж стало меньше. Спокойной жизни, говорят сельчане, удалось добиться благодаря единению полицейских и добровольных дружин. Пешие иконы и отряды помогают патрулировать улицы и следить за порядком. Сахшасарбазы уже есть в девяти аульных округах Жанакурганского района. Сегодня их ряды пополнили еще несколько новобранцев. Мы сами вызвались помогать участковым. Конечно, не просто, но почетно. В полиции нам всем выдали специальное удостоверение. Местные власти выплачивают заработную плату в размере 42 тысячи тенге. И нам работа, и людям польза. За эти месяцы добровольные помощники уже снискали всеобщее уважение. С их помощью случаев краж скота в районе стало на 15% меньше. За последние шесть месяцев нам удалось задержать несколько организованных преступных групп, занимавшихся кражей скота в районе, и вдвое повысить раскрываемость. Планируем увеличить количество добровольных помощников. Сейчас они есть в девяти аульных округах. До конца текущего года появятся еще в 15. Показатели, конечно, радуют, но почивать на лаврах, говорят полицейские, и еще рано. По данным ведомства, с начала года в регионе зарегистрировано 137 фактов скотократства. Больше половины из них с вольного выпаса, где животные часто остаются без присмотра. И эту проблему еще предстоит решить. Райхан Тажибаева, Канат Инсибаев, Айтмухамед Байдулдаев, Казалардинская область, Хабар, 24. Сервисный акимат открыли в Сар-Исусском районе Жамбулской области. Теперь жителям региона не придется обивать пороги различных инстанций. Работников госорганов собрали в одном месте для консультирования сельчан по всем интересующим вопросам. По словам специалистов, работа центра направлена на повышение цифровой грамотности населения, доступности и качества государственных услуг. Этот центр очень удобен для населения. Не нужно бегать с Тувакима, Тувцон. Все вопросы решаются в одном месте. Кроме того, насколько я знаю, при таком формате работы исключены коррупционные риски. Большие грузы больше не будут разбивать центральные улицы Караганды. Сегодня открыли северо-восточный обход, который снизит нагрузку на областной центр. За сутки через город проезжают 20 тысяч транзитных автомобилей. Теперь весь этот транспортный поток пойдет по объездной дороге. Четырехполосная объездная дорога позволит автомобилистам, минуя город, выезжать с автобана Караганда-Астана сразу на Алматинскую трассу. Строительство этой дороги участвовало почти свыше трех тысяч дорожных строителей. 500 техники было мобилизовано. Эта дорога соответствует международным стандартам. Она входит в международный коридор Екатеринбург-Алматы. Дорога первой категории, пять транспортных развязок. На строительство объездного пути только асфальтобетонных смесей ушло больше миллиона тонн. По словам подрядчиков, дорожная одежда состоит из нескольких слоев. Гарантийный срок – 15 лет. Решается вопрос транспортной безопасности дорожной в городе, потому что раньше весь поток шел через центр города. В целом сейчас в регионе реализуется большой пакет дорожных проектов. Проекты их из Ларда, Жизгазан, Жизгазан, Хараганда, они являются одними из приоритетных. Также есть проект реконструкции дороги на направлении Павлодара из Караганды и направления Караганда-Харкарала. Северо-восточный обход обошелся республиканской казне в 30 с лишним миллиардов тенге. Его протяженность – 48 километров. Объездная дорога входит в коридор «Центр-Юг» и обеспечит Караганде транспортные связи с южными регионами Казахстана. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Караганда, Хабар-24. В день столицы на востоке Казахстана награждают медиков и вручают ключи от квартир многодетным и нуждающимся. Государственные награды сегодня получили 15 человек, а новоселье отмечают сразу около 50 семей в селе Калбатау, в Жирме и в самом Усть-Каменогорске. В областном центре таким образом начали заселять новый микрорайон. Супергерои современности. В защитных костюмах сутками на работе многие месяцами не видели родных. Врачи, медсестры, санэпидемиологи. Все они ежедневно противостоят ковид-19, поэтому их заслуги в День столицы отметили госнаградами. Эта награда не только заслуга моего труда, но и заслуга всех наших сотрудников санэпидслужбы, которые всегда рядом днем и ночью в настоящее время борются с ковид-19. В области на борьбу с новым вирусом направлены все силы. В два раза увеличено количество коек в инфекционных и провизорных больницах. Имеется почти 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Приобретают еще 50. А в августе появится и 100 новых машин скорой помощи. Каждая инфекционная болезнь является опасной, поэтому лечим пациентов и ставим их на ноги и предупреждаем распространение инфекционных заболеваний. Но не забывают в регионе и о других сферах. И в праздник в Усть-Каменогорске вручили ключи от квартир 29 многодетным семьям. Получили квартиру трехкомнатную в элитном районе, седьмой этаж. Сделано все в принципе неплохо. Чистовая. 14 лет в очереди стояли. В Жарминском районе тоже многодетные в центре внимания. В селе Колбатау сегодня новоселье отмечают еще 18 семей. Этот день столицы для них всех стал началом новой жизни. Анна Лисенбердина, Дмитрий Пыхтин, Восточно-Казахстанская, область, Хабар, 24. В день столицы медиков Западно-Казахстанской области отметили государственными наградами. Врачам и медсестрам, которые находятся на передовой, вручили ордена Парасат, Курмета и медали Шапагат. Приорали в борьбе с ковид задействовано около 700 специалистов. Обстановка в регионе остается напряженной. Ежедневно за помощью обращаются полсотни человек. 92 пациента сейчас в тяжелом состоянии. К сожалению, труд медицинского работника до пандемии был не очень престижен. Да и сейчас он остается тяжелым. Вы сами знаете, что медицинских работников сейчас не хватает. Инфекционистов, реаниматологов. Непосредственно с Министерством здравоохранения мы проводим работу по улучшению социальных условий наших работников. Непосредственно первая наша задача. С 21 мая по 4 июня две недели был в провизорном стационаре. Удачно родили троих женщин путем кесарусечения. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Потом я был на неделе в карантине и сейчас продолжаю работать в областной многопрофильной больнице. Это была большая ответственность быть награжденным. Ежедневно на передовой в борьбе с пандемией находятся не только врачи-инфекционисты, но и военные. Около 2000 человек медперсонала вооруженных сил страны привлечены к лечению пациентов с коронавирусом. О тех, кто ведет войну с невидимым врагом, в материале Миру Эрчукуева. Это кадры не одной из инфекционных клиник, а военный клинический госпиталь Минобороны в столице. Сейчас его перепрофилировали под карантинный и провизорный стационар на 180 мест. Наш госпиталь в настоящее время работает в качестве провизорного стационара, а также обслуживает карантинный стационар, развернутый в общежитии на 40-й станции. Военные госпитали города Алматы Талдыкурган используются для лечения больных с коронавирусной инфекцией. А военный лазарет в Ушарале перепрофилировали под инфекционный стационар на 230 мест. «Мы принимаем всех, кладем в провизорные стационары. В наших госпиталях лежат зараженные коронавирусом. Им оказывают должный уход и лечение». Отмечу дополнительно для приема больных с коронавирусом Министерство обороны. С первых дней подготовила фонд и в других населенных пунктах. На сегодняшний день в военно-медицинских учреждениях пролечено более 700 карантинных, провизорных и инфекционных пациентов. Меруерд Шикуева, Хабар-24. Сейчас мы примемся на рекламу, которая пролетит быстро, так что не переключайтесь. Интересно, что дом министерств расположенный в столице самый протяженный комплекс ведомств в Центральной Азии. Его длина 2 километра. Изначально он проектировался как жилой дом, но затем было решено сделать его частью административных строений Левого берега. Мы снова в эфире и продолжаем. Рост заболеваемости пневмонии в Актюбинской области не наблюдается. Напротив, медики надеются на спад. Чиновники, в свою очередь, держат ситуацию на контроле. В три раза расширен коечный фонд. Дефицит врачей восполняют за счет коллективов профильных учебных заведений. Проблемы с поставкой лекарственных препаратов решают. Провизорные стационары сегодня работают на базе шести учреждений. Актюбинцев с тяжелой формой пневмонии лечат в медицинском и в тизиопульмонологическом центрах, а также в железнодорожной больнице. Остальных принимают в одном из санаториев города, поликлиники Дару и общежитий медуниверситета. Заполняемость отделений составляет 74%. В борьбе с коронавирусом и пневмонией сегодня задействованы более двух тысяч актюбинских врачей. Дефицит медицинских кадров восполняется за счет профессорско-преподавательского состава и резидентов медуниверситета имени Марата Успанова, а также выпускников профильного колледжа. Что касается проблем с поставкой лекарственных препаратов, вопрос находится на контроле руководства области. На сегодня Ахиматом заключен договор о Оренбургском аптечном складе. В ближайшие дни должны они обеспечить наши провизоры и стационары запасами основных лекарств в 10 позиций. И для пополнения оборотных средств местных аптечных сетей выделены 500 миллионов тенге. Кроме того, в городе возобновлена работа колл-центра. Позвонив на номер 906-606, актюбинцы могут получить бесплатную консультацию врачей и госслужащих. Айсулу Махмутова, Инадин Молдабеков, Актюбе, Хабар-24. В Атрау, ко дню столицы сдали в эксплуатацию дворец молодежи и школьников. Объект построили на средства спонсоров. Четырехэтажное здание, общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров. На его строительство ушло два года. Во дворце школьников созданы все условия для свободного творчества и занятий спортом. В досуговом центре будут работать больше 200 преподавателей. Для детей откроют 63 клуба по 7 направлениям в области науки, техники, искусства, культуры и спорта. Дворец будет принимать до полутора тысячи ребят в день. Дети смогут заниматься искусством, спортом и творчеством в две смены. Помимо этого, в новом здании у детей есть возможность поближе познакомиться с национальной культурой и традициями, узнать о небесной сфере в планетарии и развивать другие навыки и способности. В связи с текущей эпидемиологической ситуацией дворец начнет свою работу с 1 сентября. В Шемкенте ко дню столицы приготовили большой праздничный концерт. Посмотреть его смог любой желающий, правда, в онлайн-режиме. Концерт транслировали в социальных сетях, а также в эфире местных телеканалов. В съемках приняли участие лучшие деятели искусств, соблюдая при этом меры предосторожности. В мегаполисе впервые день столицы отмечают без массовых гуляний. Сейчас горожанам разрешены прогулки во дворах, парках, скверах и набережных. Но только по одиночке, либо в группах не больше трех человек. Памятник Абая Кунанбаеву появился в городе Кентау Туркестанской области. Открыли его в честь 175-летия классика. Монумент высотой в 4,5 метра и весом в 3 тонн установили в центре города. Его автором стал художник Бауржан Жалын. Кроме того, в Кентау состоялась церемония открытия еще нескольких объектов, в их числе аллея учителей с необычными скамейками и детскими игровыми площадками, а также капитально отремонтированный парк молодежи. После реконструкции здесь появились велотрек, теннисный корт и футбольная площадка. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго.